Сколько цветов вы здесь видите? Если ваш ответ 3, вы не ошиблись. Думаете, цветов 17? Возможно. Эта картинка совсем недавно взорвала интернет, однако разгадали ее секрет как минимум полтора века назад. Открытие совершил австрийский профессор математики и физики Эрнст Мах. Он обнаружил, что похожие или немного контрастирующие оттенки можно легко различить, когда они расположены близко друг к другу. Если их отдалить, разница будет почти незаметна. Профессор считал, что это как-то связано со строением глазного яблока и тканью, которая образует сетчатку. Позже этот эффект получил название «полосы маха в его честь». Спустя годы, обладая более совершенными технологиями, ученые выяснили, что фактически профессор был прав. Ваша сетчатка как киноэкран. Она улавливает свет, проецируемый через зрачок. Вокруг этого экрана расположены рецепторы. Некоторые из них активнее при ярком свете. Они посылают много сигналов мозгу. Когда две клетки посылают схожие сигналы, вам кажется, что перед вами один и тот же оттенок. Нервы пытаются решить эту проблему. Они посылают более мощные сигналы, чтобы отличие разных оттенков на границе стало очевиднее. Так ваш мозг замечает четкую границу. Это объясняет, почему вы видите разницу между одинаковыми оттенками, когда они расположены рядом. Переход между оттенками похож на другой, отдельный цвет. Некоторые люди не видят разницы между контрастными цветами на картинке из-за строения своего мозга. Цветопередача, яркость и контрастность экрана вашего ноутбука или телефона – это еще одна причина. А еще количество света в вашем доме или офисе. Кроме того, оптика ваших глаз, просеивающая свет, не такая, как у других людей. Также у вас уникальный уровень плотности пигмента, который влияет на то, как ваши глаза поглощают свет. У вас даже может быть более трех стандартных типов колбочек, что позволяет видеть больше цветов. А еще на некоторых людей феномен полос маха оказывает большее влияние. Поэтому правильного ответа на вопрос, сколько цветов на этом изображении – нет. Иногда неясность может заставить людей видеть одну и ту же вещь по-разному. Платье, которое каким-то образом было одновременно бело-золотым, синим, черным, голубым и белым, и синим, и голубым, стало настоящей сенсацией. Эта засвеченная фотография была сделана на мобильный телефон при очень странном освещении. Сложно сказать, была ли она сделана в помещении или на улице. А значит, непонятно, искусственный это свет или естественный. Неясно, падает ли свет на платье спереди или сзади. Если бы оно было подсвечено сзади, то должна была бы быть тень. Части платья находятся в тени, которая создана самим платьем, что еще больше усложняет дело. Запутались? Я тоже. Когда ваш мозг не обладает достаточной информацией, он заполняет пробелы, делая предположения. Скорее всего, он делает это, основываясь на том, что вы уже видели. Поэтому ваш мозг может сделать одно предположение об условиях освещения, а мозг другого человека абсолютно иное. Люди, полагающие, что платье в тени, считали, что оно бело-золотое. Как и те, кто думал, что свет на фото естественный. Тени и голубое небо делают синий цвет преобладающим, и вещи кажутся желтоватыми. О, кстати, продавец платья официально подтвердил, что оно черно-синее, и что все образцы были распроданы в первые 30 минут на следующий день после того, как изображение набрало популярность. Пару лет спустя, по тем же причинам, случился новый спор насчет цвета кроссовок. Они серо-бирюзовые или бело-розовые? Так и не скажешь из-за качества камеры, вспышки и причудливого освещения. Приблизив картинку, можно заметить, что рука неестественно синеватая. Выходит, в зависимости от того, насколько ваши глаза чувствительны к свету и как ваш мозг заполняет визуально-информационные пробелы, кроссовки могут выглядеть по-разному. На самом же деле они бело-розовые. Как по-вашему, эта клубника красная? На самом деле она серо-зеленая. Это фото лишено оттенков красного. Ваш мозг все равно заставляет вас их видеть из-за феномена под названием цветопостоянство. Иногда мозг может игнорировать информацию о цвете. Он знает, что такое клубника и то, что она должна быть красной, поэтому он помогает вам видеть ее такой. Когда астронавт выложил фото песчаных дюн, пользователи решили, что это ямы, а не холмы. Только перевернув картинку, в странном узоре люди смогли разглядеть дюны. Оказывается, мозг человека думает, что фотография сделана в середине дня, когда солнце должно создавать тени, находясь в верхнем правом углу. На самом же деле оно находилось в левом верхнем углу. Поэтому вашему мозгу проще воспринять перевернутое изображение. Сколько черных точек вы видите на этом изображении? Их 12, но большинство людей не видит их все сразу. Все точки отчетливо видны, но вы можете видеть каждую из них, только если вы смотрите прямо на нее. Ваше периферическое зрение не идеально. Мозгу приходится восполнять пробелы. Белое пространство между серыми линиями заставляет мозг думать, что точки светлее. Поэтому он решает прикинуться, что есть только серые линии, а черных точек нет. Эти ребята одинакового размера, хоть и кажется, что один из них вдвое больше другого. Они находятся в комнате Эймса, которую придумал один американский офтальмолог в 1940-х. Смотреть на комнату нужно через крошечное отверстие. Кажущаяся квадратной комната на самом деле трапециевидная. Стены и потолок наклонены, поэтому вам кажется, что один человек возвышается над другим, даже когда они двигаются. Если у вас дома есть игрушечная железная дорога, вы можете посмотреть, как работает следующая иллюзия. Возьмите два сегмента одного размера и положите их рядом. Один из них выглядит очевидно крупнее другого. Все потому, что наш мозг сравнивает две стороны деталей, расположенные рядом друг с другом. Он сопоставляет правую сторону левого сегмента с левой стороной сегмента, который находится справа. Если сравнить квадраты А и Б в иллюзии с тенью на шахматной доске, то можно сказать, что квадрат А темнее квадрата Б. Ваш мозг полагает, что цилиндр отбрасывает тень на доску. Это компенсирует чередующиеся цвета, которые мозг ожидает увидеть. Если вы все еще не верите, что квадраты одного цвета, можете сравнить их с помощью цветовой палитры в любой программе для обработки фотографий. В иллюзии Эббенгауза две точки в центрах наборов окружности имеют одинаковый размер. Оказывается, то, как вы воспринимаете размеры объектов, зависит от контекста. Круг, что находится в окружении кругов большего размера, кажется меньше. А тот, что в компании мелких кружков, кажется гигантом. Здесь 12 точек. Все они лилового цвета. Ваша задача – смотреть на крест в центре этого кольца. Когда одна лиловая точка исчезает, на ее месте появляется зеленая. Кроме того, двигаясь по кругу, она постепенно стирает лиловые точки одна за другой. Так выглядит феномен послеобраз в действии. Палочки и колбочки адаптируются к непрерывному исчезанию лиловых точек. Они заменяют их цветом с противоположного конца спектра, то есть зеленым. Одна из самых распространенных оптических иллюзий – это видимость движения в неподвижном изображении. Чтобы сделать такую, нужно создать узор из высококонтрастных цветов. Они одновременно активируют нейронные сигналы. Так и возникает эффект ложного движения. Иллюзия стены кафе была впервые описана в 19 веке. Мозаичная плитка представляла собой прямые параллельные линии и цемент между ними. Казалось, что черные и белые линии имеют диагональный наклон. Все потому, что на темные и светлые цвета реагируют разные типы нейронов вашего мозга. Некоторые части полос цемента кажутся ярче других. А где есть контраст, появляется и асимметрия. А давайте с помощью оптических иллюзий создадим ваш психологический портрет. Правила простые. Запоминайте самый первый образ, который видите на картинке. Если на этой картинке вы видите лягушку, значит вы очень хороший друг. Вы ладите с людьми, уверены в себе и надежны. А если первой вы увидели лошадь, скорее всего вы относитесь ко всему критически, и мнение других людей не может сбить вас с намеченного пути. Вот еще одна иллюзия. Те, кто видит здесь крокодила, предпочитают спокойную жизнь и не любят открывать для себя что-то новое. Если же вы увидели лодку, вы креативнее многих людей и обращаете внимание на мелкие детали. Те, кто видит на этой картинке молодую женщину, обладают аналитическим складом ума, и левое полушарие их мозга работает активнее. Если же вы видите старика, вы, скорее всего, очень мягкий и чувствительный человек, который чутко относится к другим людям. Вы более изобретательны и активнее задействуете правое полушарие мозга. Если вы видите белые колонны, это значит, что вы любите удобство и безопасность. Но вы должны выйти из зоны комфорта, чтобы получить опыт и чего-то достичь. Но если первое, что вы увидели, это два силуэта, вы из тех, кто не сидит на месте и готов постоянно что-то делать. А здесь цветы или женское лицо? Если цветы, то вы цените мир, в котором живете и любите природу. Если же первым ваше внимание привлекло женское лицо, то вы можете похвастаться умением обращать внимание на детали, которые помогают вам принимать правильное решение. Если на этом изображении вы видите оранжевый взрыв, то вы обладаете потрясающими лидерскими качествами. А если первым, что вы увидели, были черные пальцы, это означает, что вы сострадательный, щедрый и добрый человек. Видите два лица? Вы самый настоящий экстраверт. Вы общительны и часто думаете о благополучии других людей. Но вы также легко поддаетесь влиянию, поэтому стараетесь окружать себя только хорошими людьми. Однако, если на этом изображении вы видите подсвечник, вы полная противоположность экстраверта. Вы больше думаете о себе, чем о других. И вам нравится сидеть дома, а не устраивать шумные вечеринки с кучей друзей. Ну и жуть. Если вы видите здесь череп, это означает, что вам трудно принимать решение и идти вперед. Вам нужно найти в себе мужество и преодолеть трудности. Это единственный способ стать сильнее. А если вы видите женщину, возможно, вы ощущаете себя как выжатый лимон. Причем как эмоционально, так и физически. Вероятно, у вас только что закончился трудный период в жизни. В любом случае, не сдавайтесь. Если на этой картинке вы видите деревья, должно быть вы амбициозный человек, который любит доводить все до совершенства. Если сначала вы увидели корни, это означает, что вы прогрессивный человек, который стремится к совершенствованию. Если вам показалось, что тут изображены темные губы, то вы не любите углубляться в тему и слишком долго что-то изучать. Хм, эти губы что из шоколада? Что тут у нас? Река и утес? Если да, то вы оптимист, который легко приспосабливается к любым переменам. Но если первое, что вы увидели, это белая кошка, то вам нравится стабильность, и вы находитесь в эмоциональном и душевном равновесии. И, конечно, вы любите кошек. А если вы видите здесь лицо, то вы очень творческий человек. В каждой крошечной детали этого мира вы видите возможности, и вам интересно их изучать. Ого! Это что, взрыв? Тогда вас легко напугать. Вы часто испытываете страх перед чем-то новым и неизвестным. Возможно, вы даже находитесь в конфликте с самим собой. Но если вы видите целующиеся в дому пару, это значит, что больше всего в жизни вы цените отношения и семью. Они для вас абсолютный приоритет. Какие милые мишки! Если вы увидели их первыми, то вы довольно легко решаете свои проблемы. Вы видите картину целиком, подмечаете все детали и находите самое подходящее решение. Но если вы увидели горный пейзаж, то вы более интуитивный человек. При принятии решений вы руководствуетесь шистым чувством. Как думаете, вы реалист? Если вы увидели здесь большую синюю кошку, то да, у вас не очень яркая фантазия. Но вы видите мир таким, какой он есть. И это помогает вам строить планы по его завоеванию. Если первым вы увидели мышонка, вы видите плюсы даже в самых плохих ситуациях. Для вас стакан всегда наполовину полон. Следующая иллюзия? Если вы видите девушку у окна, значит, вы напряжены. Возможно, вы ожидаете чего-то неприятного. А еще вы довольно импульсивный человек. Если же вы видите здесь череп, то вы пессимист. Ваши друзья могут называть вас цинником, но вы считаете себя реалистом. Творческий склад ума против аналитического. Что же вы видите? Если сексофониста, то вы человек, который любит систематизировать и анализировать информацию. Вам хорошо даются математика и иностранные языки. А если вы видите портрет женщины, то вы эмоциональный и творческий человек. Видите птицу? Тогда вы немного рассеянный мечтатель. Вы стремитесь сделать мир лучше и изобретаете для этого все новые и новые способы. Если же вы видите большую морду льва, то вы храбрец, который готов встретиться лицом к лицу со своими страхами и выйти победителем из любой схватки. Видите крокодилов? Вам нравится управлять своей жизнью и брать ответственность за свои действия. Указания со стороны других людей вас раздражают, потому что вы прирожденный лидер. Если же вы видите птицу посередине, вы всегда готовы прийти на помощь. Вы надежный и дружелюбный человек. Итак, если первое, что вы здесь видите, это автомобиль, то вы человек, который ценит свободу. Вам нравится срываться в спонтанные путешествия, знакомиться с людьми и изучать новые места. Если вы увидели человека с биноклем, значит, у вас аналитический тип мышления, и вы любите смотреть на вещи в целом, часто упуская мелкие детали. И хотя вы умеете поглощать тонны визуальной информации, вам стоит сосредоточиться на более незначительных, на первый взгляд, деталях. Если вы увидели букву А, поздравляю, у вас очень острое зрение, прямо как у орла, так что вы с легкостью могли бы поймать лосося. А еще у вас хорошо развита интуиция. А вот тут посложнее. Если вы девушка и увидели лицо мужчины, то либо вы ищете партнера, либо ваш нынешний партнер является для вас приоритетом, и вы чувствуете с ним сильную эмоциональную связь. Если же вы видите лицо женщины, то вы чувствуете себя комфортно и самодостаточно. Молодые люди, которые увидели лицо мужчины, обеспокоены отношениями с другими мужчинами, будь то коллеги, друзья или даже парни из спортзала. А если вы увидели женское лицо, значит, вы ищете любовь. Но не стоит торопиться, всему свое время. А это тест для настоящего Шарлока. Перед вами две белки, верно? Если так, вы довольно ленивые и не любите слишком вдаваться в детали. Наклоните голову немного влево, и вы сможете увидеть лицо женщины. Если же оно сразу бросилось вам в глаза, то вы очень внимательный человек, который может хорошо ладить с другими людьми. А теперь определим ваш психологический возраст. Если первым, что вы увидели, были лица стариков, то у вас за плечами насыщенные годы. Вам наверняка есть что вспомнить. Но если вы видите сидящую пару, то вы молоды и все самое интересное еще впереди. А теперь приготовьтесь отвечать быстро. Запоминайте то, что видите первым делом. Поехали! Если вы увидели улыбающееся лицо, вы оптимист. Если первым делом вы заметили открытую книгу, вы умны и обладаете хорошо развитой интуицией. Если вам сразу бросились в глаза розы, вы спокойны и добры. Наклоненный крест значит, что вы верный человек. Воздушные шары означают, что вы веселый человек с хорошим воображением. Если же первым, что вы увидели, было сердце, то вы нежны и ласковы. Львиная морда означает, что вы бесстрашны. Если сначала вы заметили галстук, то вы решительны и старательны. Ну а если вы увидели рожок мороженого, то пора обратиться к офтальмологу, потому что на картинке его не было. Номер два. Что больше? Высота или ширина шляпы? Они одинаковы. Ваши глаза вас обманывают. Номер три. Какая из башен наклонена больше? Никакая. Даже если кажется, будто одна башня наклонена больше по сравнению с ее точной копией. Такой феномен называется иллюзия наклонной башни. Номер четыре. Сколько цветов вы видите на картинке? Несмотря на то, что кажется, будто их много, на изображении всего три цвета. Номер пять. Кажется, будто узоры на картинке движутся. Но как только вы сфокусируете взгляд на одном из овалов, вы поймете, что на самом деле они неподвижны. Номер шесть. Что вы видите на этой картинке? Движущуюся звезду? Да, звезда тут есть. Но на самом деле она неподвижна. Опять же, если вы сфокусируетесь на какой-нибудь части изображения, картинка перестанет двигаться. Номер семь. Кажется, что на этой картинке три цилиндра, и они вращаются. Но вы уже знаете, что делать. Приглядитесь к центру изображения, и движение прекратится. Номер восемь. Какой карандаш длиннее? Они одной длины. Номер девять. А вы видите на этой картинке трех животных? В ветвях спрятались три кролика. Номер десять. Посмотрите на этот движущийся объект. Кажется, что это 3D-изображение. Но на самом деле это просто несколько вращающихся фигур, которые создают такой трехмерный эффект. Номер одиннадцать. Посмотрите на экран и приблизьте или отдалите лицо от изображения, фокусируясь на центре картинки. Когда вы приближаетесь, кажется, что линии вращаются против часовой стрелки. А когда удаляетесь, линии вращаются по часовой. Номер двенадцать. В сетке кое-что скрыто. Догадаетесь, что именно? Если вы ничего не видите, попробуйте покачать головой, отойти подальше от экрана или прищурить глаза. Если это не помогло, давайте я скрою сетку. Посмотрите, какой милый котик. Номер тринадцать. Посмотрите на изображение и скажите, какая веревочка привязана к банану. Я была почти на сто процентов уверена, что вторая. Но на самом деле третья. Номер четырнадцать. Какое из слов ярче? Если убрать сетку, станет ясно, что слова ничем не отличаются. Номер пятнадцать. Каждая из горизонтальных полос кажется светлее в середине. И темнее ближе к краям. Но на самом деле они окрашены равномерно. Номер шестнадцать. Какая линия длиннее? А или Б? Они одинаковые. Эта иллюзия создается потому, что ваш мозг воспринимает изображение в трехмерном пространстве и говорит вам, что линия, которая ближе к вам, должна быть короче, чем та, что дальше. Номер семнадцать. Одинаковы ли цвета глаза у женщины? Да, присмотритесь повнимательнее и сравните цвет глаз с другими деталями. Номер восемнадцать. На первый взгляд перед вами просто красный вентилятор, вращающийся на ярко-зеленом фоне. Но постарайтесь сосредоточиться на черной точке посередине. Через некоторое время вы заметите, что зеленый цвет под вентилятором ярче, чем у окружающего его кольца. И лопасти вентилятора на самом деле более красные, чем центральный диск. Номер девятнадцать. Эти два круга то появляются, то исчезают. Происходит ли это одновременно? Продолжайте смотреть на картинку, и вы поймете, что все зависит от фона. Когда он светлый, круги пульсируют синхронно. Но когда одна часть фона светлая, а другая темная, кажется, что это не так. Номер двадцать. У какого из существ рот длиннее? У желтого или зеленого? Они одинаковые. Номер двадцать один. Вот так несколько прямых полос могут сбить ваш мозг с толку. Квадрат, состоящий из вертикальных линий, выглядит шире и короче, чем квадрат, состоящий из горизонтальных линий. Номер двадцать два. Посмотрите на пирамиду, состоящую из вытянутых ромбов. Какие из них темнее? Те, что сверху или снизу? Все ромбы одинаковые, хотя нам, конечно, так не кажется. Но как только мы начинаем их двигать, вот так, и сравнивать друг с другом, все становится на свои места. Номер двадцать три. Найдите трех животных. Три лисицы спрятались прямо на дереве. Номер двадцать четыре. Посмотрите на колесо, движущееся позади красного забора. Кажется, что у него гнутые спицы. На самом деле с колесом все в порядке, и спицы прямые. Хотите убедиться? Смотрите. Забор становится прозрачным. Вот так-то. Номер двадцать пять. Кажется, что колесо вращается по часовой стрелке, и спицы движутся против часовой стрелки. Но если вы внимательно посмотрите на одну из спиц, вы заметите, что она неподвижна. Или, если быть точнее, она чуть сдвигается вперед, а затем возвращается обратно. Да ладно. Номер двадцать шесть. Что вы видите на этой картинке? Здесь нет однозначного ответа. Некоторые видят следы, другие пять кеглей для боулинга. Номер двадцать семь. А здесь? Это три пары чередующихся борозд и гребней? Или, может быть, вы видите три блестящие овальные трубки? Главная хитрость заключается в том, что правая сторона изображения выглядит морщинистой, а левая напоминает трубки. Номер двадцать восемь. Посмотрите на голубые линии. Кажется, что они движутся попарно. А теперь они вдруг образовали контур ромба. Номер двадцать девять. Эти деревянные рельсы кажутся разными по размеру. Нижние выглядят больше, чем верхние. Но если мы поменяем их местами, станет очевидно, что они одинаковые. Номер тридцать. Параллельны ли эти горизонтальные линии? А что, если я скажу, что они параллельны, а то, что вы видите, всего лишь иллюзия? Номер тридцать один. Постарайтесь понять, какая линия длиннее. И если вы скажете, меня не проведешь, а не одинаковые, вы будете абсолютно правы. Номер тридцать два. Видите ли вы тут что-то необычное? На картинке прячется долматинец, номер тридцать три. Кажется, что посередине шахматной доски есть выпуклость. На самом деле, эта шахматная доска вполне обычная. И каждая клеточка представляет собой идеально пропорциональный квадрат. Увидите сами, как только мы уберем крошечные черно-белые точки. Номер тридцать четыре. Синие горизонтальные полосы на этой картинке не могут быть параллельны друг другу, правда? Но если мы уберем все дополнительные элементы, станет очевидно, что линии не наклонены.